Приветствую вас, я очень хорошо понимаю ваше желание помочь уперечь от ошибок молодоженов, то, что из вашего сына, его жену, высоты вашего опытного, подсказать их, как делать правильно и так далее. Но проблема заключается в том, что у каждого человека свой путь, и каждый этот путь проходит сам, и ошибки совершают он доля своей сам. И когда кто-либо, не важно, вы это или кто-то еще советует, как поступать, подсказывает людям, особенно людям молодым, у которых еще кровь бурлит, у которых максимализм бушил. Они бунтуют, эти молодые люди, да? Так вот, когда вы это делаете, им кажется, что вы хотите их контролировать. Им кажется, им кажется, что вы вмешиваетесь в их жизнь, не даете им вести себя так, как они хотят, не позволяете им совершать свои собственные ошибки. И с точки зрения получения опыта, с точки зрения научения, вы, давая им совет, и стремясь уберечь от ошибок, от ошибок их не оберегаете. Вы уберегаете их от одной ситуации. Вот, происходит какое-то жизненное обстоятельство, допустим. Оно, это обстоятельство, чревато ошибкой, ну, скажем, от ваших нахил. Ошибка видится вам достаточно серьезно, и вы ее уберегаете от этой ошибки. Сноха делает так, как вы считаете нужным. Сноха поступает правильно, с вашей точки зрения, и ошибку не совершает. И давайте подумаем, почему она не совершает эту ошибку. Потому что вы увидели эту ситуацию и направили действие снохи туда, где ей ничего не грозит. А теперь подумаем, получила ли опыт сноха в этой ситуации для себя, чтобы не делать такого будущего? Нет. Опыта она не получила, потому что вы ее направили, вы сказали ей как правильно, она сделала как правильно, но не получила негативного закрепления своей ошибки. И в результате этого в следующий раз она ошибется. И, завершив ошибку, она получит негативный опыт сама и для себя решит, стоит ли ей так поступать, стоит ли еще раз ошибаться или нет. То есть, вы занимаетесь трудом достаточно кропотливо. Чтобы уберечь людей от ошибок, вам необходимо постоянно за них следить. Контролировать их полностью, тотально, это мало того, что невозможно, но это еще и нарушает личные границы людей. И, что самое страшное, полный тотальный контроль, он ведь лишает людей возможности самостоятельного принятия решений и тем самым делает их неспособными к самостоятельной жизни. Вот и получается, что вы занимаетесь абсолютно неблагодарным трудом, который воспринимается негативно. Поэтому здесь нет такого понятия, как справедливость. Справедливо, это норма морали. Вот, например, справедливо ли, допустим, что дети голодают? Справедливо ли, допустим, что собаки бездомные на улице зимой ходят? Справедливо ли, что люди вообще какие-то плохо живут? Это справедливо. А то, о чем спрашиваете вы, это попытка замены опыта. Но проблема в том, что опыт у каждого свой. И пока человек сам его не получит, он ничему не научится. А решение, конечно, как поступать, принимать его вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в уличку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.